Груда металла вместо машины и двое погибших. Накануне состоялись похороны жертв страшной аварии, которая произошла в Чебоксарах на проспекте Максима Горького. Информация о том, что виновник аварии скрылся с места трагедии и, возможно, был пьян, всколыхнула общественность. Подробнее Ольга Пырочкина. Эти кадры зафиксировали камеры видеонаблюдения на проспекте Максима Горького. Иномарка на огромной скорости сзади сталкивается с ВАЗ-2114. Проезжавшие мимо водителя тут же поспешили на помощь. По кадрам видно, никто из очевидцев не проигнорировал ситуацию. Однако, пока свидетели о ДТП переворачивали машину и вызывали скорую, виновник аварии, судя по всему, решил, что справится и без него. На правительственном сайте республики опубликовали следующую информацию. Водитель Ford Focus и пассажир скрылись с места ДТП. Позже были задержаны дома в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным, у них обнаружены наркотические вещества. Водители иномарки правоохранители задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Между тем, интернет-общественность города провела свое расследование. В одной из социальных сетей блогеры разыскали страничку предполагаемого виновника и были шокированы опубликованным статусом. Неважно, сколько человек ты убил. Главное, как ты уживаешься с теми, кто еще жив. Сейчас идет следствие. Мера пресечения будет определена в ближайшее время. Впрочем, в том, что виновник понесет справедливое наказание, уверены не все. В сети появилось мнение, что водитель иномарки может иметь влиятельных покровителей. В связи родителей не удивлюсь, что скоро окажется, что асфальт подпрыгнул под Фордом, и тот потерял управление. Скорее кажется, что Форд был подброшен на место ДТП недоброжелателями. В дальнейшем может оказаться, что за рулем был не белокурый юноша-школьник, а его менее состоятельный друг без связей и прочих атрибутов беспроблемного существования в современном обществе. Сегодня после обеда в теме «В форуме на связи» появилось письмо виновника. Трагедия, напечатанная на компьютере. Да, я понимаю, что свою вину я никогда и ничем не заглажу. И на коленях вымаливаю. И прошу у всех прощения. Умоляю. Простите меня, если сможете. Так или иначе, определять наказание будет суд. За такое преступление виновнику может грозить до 9 лет тюрьмы. Ольга Перечкина, Республика.